Добрый день! Вы на канале Ножи. И у нас новая рубрика. Название пока еще мы не придумали, можете проголосовать в комментариях по ножевому, либо на ножах. И сегодня у нас в гостях Фёдор. Фёдор, привет! — Здорово! — Расскажи чуть-чуть про себя и показывай, что привёз. — Ну, что-то про себя. Вот родился я в 1971 году. Жил-жил, женился туда-сюда. — А как нажиманом стал? — Нажиманом стал я довольно давно, на самом деле. Я как бы с детства, я не знаю, мне кажется, все парни, мальчики любят ножи, играют в ножички. Тем более в наше детство играли в ножички, всякие города там и всё такое. Ну вот. И как-то… Но было запрещено носить ножи, честно говоря. Потому что каждый там, я не знаю, гвоздь заточенный уже считался чуть ли не холодным оружием. Но так как я как бы питерский, я зимой учился в Питере, типа в школу ходил, там жил. А на лето меня к бабушке в деревню отправляли, в Новгородскую область. — В своем раздоле уже. — Там пять домов, вся деревня, ну вот, заповедная зона. И там, соответственно, куда без ножа в деревне. То есть там ты всё время нож с собой. Я больше скажу, как бы у меня EDC-набор был вообще. — Тогда ещё? — Да-да, у меня были маленькие пассатижи с собой всегда. Потому что я гонялся в поле, допустим, с коровами, там пять коров, овцы. У меня там кнут, все дела. Но кнут был там переделан из какого-то там, из ремня от комбайна. Там что-то скреплён какой-то проволокой, да. Соответственно, так как я им пользовался, он периодически ломался. И соответственно, надо было его ремонтировать прямо на месте. Поэтому приходилось носить какой-то EDC-набор с собой. Каких-то там пассатижи, там, нож. Да, разжигал костёр. Вот сейчас этот бушкрафт или что там называется. — Бушкрафт, да. — Наверное, раньше я просто... У меня бушкрафт был раз в неделю, когда я иду в поле гонять с коровами. Там мне надо развести костёр, приготовить себе еду. Ну вот, соответственно, как-то так вот у меня. Потом дед какой-то мне нож подарил. Хороший нож, кстати. И вот я помню, сталь хорошая там, ну, как бы... И я с детства, короче, пытался шить ножни для ножей. — Ножны? — Ножны, да. Ножны, там, из каких-нибудь старых там маминых сапог, там, чё-то там типа того. Они, конечно... — Мама знала? — Не, ну понятно, что которые, типа, выбрасывать там собирались там, ну вот. И так как я там чёртово, подождите, я голенище отрежу и там начинаю чё-то творить. Но такое смешное всё получалось. Но это неважно. Я сейчас вспоминаю. Я как бы делал чё-то, кожу эту шил. Это же вообще все пальцы и сколешь, и зранишь. Ну вот. То есть как-то всё время ля-ля-ля. Ну вот. И вот до недавнего времени я просто покупал какие-то китайские ножи. Там раз в году, там раз в три года. По-разному бывало. То есть там иногда дарил кто-то. Постоянно, ну, периодически их терял. Потому что я ещё на мотике гоняю. Там иногда просто из кармана выпадает. Там туда-сюда. — Ну, как расходник такой. — Да, да. И не заморачивался. Но мог довольно долго стоять у каких-нибудь магазинов с ножами. Ну вот. Ну и к раннее время. Наверное, в году, наверное, в пятнадцатом. Мне подарили финский нож. Ну вот. Такой весь покоцанный вообще. Ну вот. Я его восстановил. И через пару месяцев пошёл я в гости там ещё к одному чуваку. Там туда-сюда. Разговорились, короче. Я ему похвастался, что я восстановил нож в финске. Он говорит, сейчас подожди. И вот он мне подарил дук-дук. Французский. Помнишь, тебе показывал? Да, да, да. И говорит, прочитай про него. А ещё он мне, так как мы с ним не пятнадцать минут разговаривали, он принёс три чемодана ножей. Понимаешь, он-то уже был… — Уже в теме давно. — Да, да, да. Ну вот. И я говорю, вот у меня типа есть всегда нож какой-то. Он говорит, ну подожди, дружище. Вот ты как… Я знаю, что ты там что-то делаешь. Для каждого действия нужен свой инструмент же, правильно? Ну вот. Типа один нож, ну как-то… Ну ты вот хлеб намажешь там, порежешь там. У тебя банку уже открыть там нельзя. Ну как бы вот по-разному. Ну вот. Ну я задумался. Вот этот Дук-Дук он мне подарил. Я пришёл домой, начал смотреть про Дук-Дук там это читать. Оказывается, с 1938 года без изменений. Вот это меня поразило очень сильно. До сих пор он как бы продаётся этот нож. — Ну как к Опинели в чём-то определённому. — Ну да. И потом я начал смотреть про Опинели, про Викториноксы, про туда-сюда. И потом посмотрел ещё Андрея Нечаева такой есть. — Угу. — Самодельщик. В итоге, ну вот, из напильника я запилил себе на балконе нож. Ну и так вот мое нажимание началось, конечно, по-серьёзному. Вот у меня уже штук, наверное, 25 ножей. — Ну ты нам принёс что-то показать? — Ну да, я много принёс. Практически, наверное, все. Ну такие остались. Мне там ещё дарят иногда какие-то военные. У меня есть военные ещё штук-ножи всякие. Ну вот. Есть швейцарский штык-нож. Тоже про него читал-читал. Оказывается, это дочерняя компания Викторинокса. — Ну они как начали... — То есть это же швейцарский военный нож. Ну вот он и швейцарский военный нож. — Да, и крайнее время я понял свою концепцию вообще коллекции. Потому что кто-то собирает там какие-то марки определённые, кто-то модели определённые, кто-то клинки определённые любят, кто-то стали там предпочитает. А я люблю красный цвет. Вот я решил собирать красные ножи с красными ручками. Ну не обязательно ручками. — Ну красный элемент должен присутствовать. — Да, что-нибудь такое красненькое. Ну вот. Ну это Викторинокс, соответственно. Вот у меня есть... Мне очень нравится модель. Ну вот. Когда она появилась ещё сначала в пластике, потом в дереве. — Ну большинство людей Викторинокс представляет это швейцарский такой маленький. — Да, да. Ну вот. Не, маленький у меня тоже есть. Там в машине лежит. Ну вот. Но... Вот это такой прям... — Бэклок. — Хороший, да. Ухватистый такой, качественный нож. Мне очень нравится, как он щёлкает. Прям такой у неё... — А, палец. — Мягкий щелчок. — Нет. — Он так не закрывает. — Да. — И он двурубки у нас. — Ну, так-то можно, конечно, попробовать и одной рукой открыть. Да, да. Вот так раз. Видишь, можно. Но не всегда так удобно, конечно. Он так в основном двурубки. — Для гравировки номера что-то используется? — Ну, наверное, не знаю для чего. Короче... — А темляки сам плетёшь, да? — Ну, здесь в комплекте, да. Темляки я... Ну, так как я, конечно, люблю что-нибудь кастомизировать там, чем-нибудь. Да, темляки. Вот этот нож мне тоже нравится. У тебя такой же, по-моему, есть. — Багаут? — Да, багаут. — Красный. Мне понравился. И я люблю его таскать по самому, пощёлкать. — Да, да. Он такой, очень городской, мне кажется. — Лёгкий. — Нож лёгкий. — Некоторые жалуются, что со временем начнёт залипать. Пока не залипает. А просто вопрос. А почему повесил сюда? — Да я, ну, здесь как-то вот здесь вот я повесил, как-то она, ну, не очень. — Не с руки, да? — Не понравилась, да. Я, ну, так как я сам это по темляке плету, поэтому я повешу, иногда попользуюсь, понимаю, что как-то неудобно. Так-то у меня, на самом деле, по-разному. Вот у меня… В основном я люблю ножи, я клипсы снимаю с ножей. Но вот здесь она, как бы, нормальная. — Ну, глубокая, удобная вполне. — Да. — Ну, про темляки мы чуть-чуть попозже. Про аккорд, про темляки поговорим. — Угу. — Да. Хороший нож. — Кстати, может, Дук-Дук я тоже с собой принёс? — Да, конечно. Ну, вот Дук-Дук. Вот он точно двуручный. Он такой прям жёсткий, что прям… — Рукоятью напоминает этот… Cold Steel… Бушман или бушкарт, я не помню. — Бушман, помню. — А, Бушман, да. — Ну, тоже загнутый сталь. — Ну, да. — Это вот они без изменений выпускаются, да? — Да, вот с 38-го года. И они там хитро, конечно, бизнес построили. Они сделали сразу же для этого. То есть не французам продавали, а в этой колонии продавали. И там эти индейцы, они… как бы не было у них таких технологий, а это был качественный нож. Они прям даже… Они пользовались как фиксом. То есть они заматывали эту ручку материалом. — Он нелегко, так скажем, складывается. — Да, да. Он как бы… Ну, когда режешь, ты понимаешь… — Скажем так, тугой слип-джойнт. — Да, да. — Плотный. — Когда режешь, нагрузки-то они все равно идут. — Да, да. — Противоположенно. — Просто тряпкой, потому что, конечно, ручка, она такая жестковатая, если постоянно ей там что-то резать. Просто какая-то эта холшовка. Обматывали ручку и все, и пользовались. — А какой сталью? Не в курсе? — Ну, просто это высокая углеродистая какая-то. Не знаю. Не дошел я до этого. Может, написано где-то, но как-то все поговорили, что просто углеродистая и это самое. — Есть незначительный питинг, значит, скорее всего, что-то инструментально углеродистого. — Я вообще ничего ей не резал. Как бы никакие там… Потому что мне… А, что-то я начал резать помидорами, сразу же пошел этими самыми… разводами. — Ну, значит, да, просто высокое углеродистого. — Высокое углеродистого, да. — Такой серьезный нож такой. — Опасаешься палец оставить, чтобы его не отхватил. — Да, да, потому что если он пощелкнет, он заточен, греет, я с ним ничего не делаю. — На него не стал ничего вешать, оставил? — Нет, я как бы повесил. Вначале была какая-то, но на нем смотрится как-то это все не очень как-то. Он как бы сам по себе такой. Нормальный. Да я его все равно в кармане не поносишь его. Он такой не очень… — Неудобный? — Удобный, да. Вот даже вот этот удобней. Вот у меня в кармане экстрема рацио. Вот здесь и, в принципе, и это смотрится ничего. Ну вот, я его точил тут, ну, короче, опять накосячил, не знаю. Это какая-то точилка, которая плоскую кромку точит. Вот. Понимаешь? — Ну, у него вогнутые спуски, ты имеешь в виду, чтобы… — Ну, да. Ну, держи, как кромка режущая, такая неровная все волнами. Угу. — Здесь уже тут шире, тут опять что-то… — Ну, это поправить нужно, это можно. — Здесь… Я сегодня был на выставке, вот, охота и рыбалка. — Угу. — Я там хожу к одному дядьке, он такой дед-заточник. — Угу. — Ну, вот. И у него такая приблубь самодельная. Просто все, ну, у них как бы на одну ось крепится вот эта вот сама что-то направляющая, понимаешь? — Угу. — На оси, на одной. А у него как рамка сделана. То есть вот он, понимаешь, вот так вот. — Я не до конца понимаю. — То есть это как это? — Ну… — У него фиксируется ножик? — Фиксируется ножик у всех, это понятно. Фиксируется ножик. И вот сама направляющая, она фиксируется на оси. — Угу. — На вот такой. — На вертикальной оси, да? — Да. То есть и вот здесь углы, как бы они немножко разные. — Угу. — То есть для какого-нибудь… — Для особо длинного ножа… — Нет, даже не длинного, для дропоинта это ничего. — Вот, и как бы получается у тебя всё ровно. — Угу. — А когда прямая режущая кромка… — Она вот здесь начинает затачивать чуть-чуть. — Да, да. — И угол меняется. — Да, угол меняется. А у него она крепится вот на такой планке прям. То есть у него всегда… — А, горизонтальная планка, то есть он двигается всегда… — Да, да, да. И он всегда как бы… — Параллельно ножом. — Да, там кухню какую-нибудь с прямой режущей кромкой вот лучше точить. — У меня вообще, думаю, надо было… — Удобно тебе пользоваться вот такой формы клинка-бритвы? — Ну, резать вообще великолепно. — Ну, колоть же не колешь. — А что-нибудь вот подковырнуть? У меня просто похожие есть, правда, более китайские, но… — Ну, не знаю, я не ковыряю. — Ну, видимо, я любитель поковырять, потому что-нибудь подцепительное… — Ну, то же самое там… — Ну, потом, блин, честно говоря, я как бы… — У меня, по-моему, всегда с собой, ну, как бы три ножа. — Ну, это нормально. — Да, у меня на ключах этот есть кершу, этот… — Ланч? — Ну, просто в машине это… — Не-не… — Керш, вот… — Циндр. — А, совсем маленький. — Совсем маленький. — Ну, вот. — То есть, поговорять есть с чем? — В сумке с документами, где, ну, документы на машину, там у меня лежит VX маленький и еще Лазерман лежит старый такой… — Мультитул. — Мультитул, да, который уже не выпускается. И я его на eBay купил там на аукционе за какие-то смешные деньги. Ну, нормальный этот самый… Мультитул. — Сколько ножей обычно с собой так скажешь? Три? Или больше? Ну, плюс… — Три, наверное, вообще все время. Угу. — Ну, как бы я все время на машине. Ну, ну, два. Два, вот, я на мотике, когда еду… — Вот у меня два ножа. Потому что один на ключах висит, а второй… — А второй у меня… — Не, не этот. — Вот. — А второй у меня вот этот вот… — Я горизонтально на ремень вешаю сзади. Очень удобно доставать. Он маленький. В перчатках. — Это у нас эсси из ула. — Из ула, да. — Покрытие это, которое у него такое… Они же не все, по-моему, одинаковое покрытие. — Ну, это вот такая… Это, короче, кит. Там такой наборчик там с какими-то веревочками, с колечками, с карабинчиками. — Для выживания. — Ну, да. И даже, ты знаешь, там у меня клипс такая для паракорда. И потом я крутил-крутил, думаю, что за отверстия такие. Это свисток еще, оказывается. — Ага. — Я думаю, что мало кто знает, что даже там свисток есть. Ну, потому что этим китом, мне кажется, никто не пользуется. Потому что в основном раз, наверное, наименимо. — Интересно. Я вот думал как раз эсси кабар, который они там сделали вместе. — Который побольше, да? — Да. Он еще побольше, но это как бы совместное производство эсси и… — Просто я, лично говоря, вот этот вот пытался повесить сзади. Ну, он уже мешать начинает. — Из-за длины некомфортно? — Ну, да. Просто вот из-за того, что большая длина. — Это у нас… — Ну, это на водике. Это спайдерка. — Видели такую? — Это же Мартин, дизайнер. Уже не выпускается. — ВГ-10. — Ну, да-да. Там это любимая… — Вот такая рукоять. — Кожа ската, да. — Да, прийти на шнуром и все это с малой и бокситкой или что-то такое какое-то. — Плотная. Не знаю. Она, наверное, будет натирать при таких тяжелых работах, если что-то. Прямо будет наминать руку. Он пират. — Ну, может быть. Я им особо еще не стругал. Но зато ухватит. Зато она прям вот у нее там, как ее не возьми, всегда ты какой-то упор имеешь в виду. — Не выскользнет. — Да. — Не потеряется. — Ну, видишь, а ты говоришь, ковырять нечем. Видишь, вот эти можно ковырнуть. — Можно. — Интересно. — Поэтому вот этот размер самое то, потому что на мотоцикле как бы все равно там ездишь. Иногда там нужен нож, и ты там можешь раз сразу же достать там что-нибудь там. Крутить ничего не будешь, но все равно бывают моменты всякие. — То есть изулу на как? И DC-FIX рекомендуешь, да? — Да, да. — И пугать никого не будет. — Да, да. Никого, да. Не такой маленький. — Не Лузу. — Ну, Лузу, да. — И не рекомендует. — Это гигантский нож. Да, да. Слиннее защелкиваем. Ну вот. Потом, да, я когда насмотрелся вот после дук-дука всяких это самое, это же был как раз пятнадцатый год, а в четырнадцатом году крыса «Онтарио Рат», он занял какое-то там место самоподаваемый. — На острове? — Да. И я смотрел, и он мне очень понравился. Вот он очень удобный нож. Я его так слегка кастомизировал. Закрыл винты, и вот эти черепа добавили как бы ему ухватистости еще. — Ну, эстетически добавили красоты. Плюс? — Да. — А подтягивать и сегодня приходится? — Ну, это можно открутить, эти черепушки. Они прямо на винтах от этого, от клипсы. Клипсы, я же, видишь, не везде у меня. И тем более здесь клипсы… — Ну, вот здесь нет клипсы, да? — Да. Ну, была сначала, и она через две недели вся поцарапалась, стала некрасивая, и я поэтому… — Ну, ты им пользовался активно, видно? — Ну, этим, да, этим… Я там как раз работал, у меня была работа, связанная с открытием большого количества всяких упаковок. — Коробочек, упаковочек? — Да. Поэтому… — Ну, крыса уже, как многим признает классика. Мне вот она, к сожалению, в руку не легла. Не знаю почему. Может нет, сидит-то она в руке хорошо, но… Немного не мое, вот почему-то по ощущениям. Ну, здесь… — Не очень. Мне вот… Понимаешь, мне сама форма клинка нравится. Вот дроппоинт мне нравится. Сам, как бы, вот… Я не знаю, ну, считается же, типа, русские… Русская форма клинка – вот этот дроппоинт. — Ну, такого не слышно почитать, может быть? — Ну, периодически… — Ну, есть американская классическая – это боуи. — Ну, да, да. Есть боуи, есть там танта, есть там какие-то… Кинжалы там. А вот это, ну, я считаю, что, как бы… Ну, это тоже мое мнение. Я, как бы, вижу постоянно, как бы, обыкновенные. То есть, вот эти щучки, они, да, они пришли из Америки. А у нас такие прямые ножи были. — Ну, крыса, да. Крыса. Всегда крыса. После крысы, да, я захотел спайдерку. И, конечно, эндуро. Вот мне нравится. А почему именно эндуро? Ну, во-первых, где-то, вот, я понимаю, что где-то, вот, 9 сантиметров клинок самый, он, как бы, рабочий. Я еще просто готовлю периодически. Угу. То есть, если что-то надо порезать, то, вот, допустим, там, из ула не очень. Очень маленький. Коротковато. Да, коротковато. Ну, большой носить и большой носить неудобно. То есть, когда лузон с собой носить, это вообще, да. А вот 9, там, где-то от 7,5 до, там, 10 сантиметров. Вот это самое, как бы, удобное. И мне захотелось еще сталь хорошую купить, попользоваться. Здесь DP 189. Из этой стали Rocksteed'ы делают. Вот, и тоже, видишь, без клипсы. Ну, вот. С черепом? Да, черепушки мне нравятся. Черепушка, это, типа, какой-то символ мудрости, там, что-то такое. Вечность. И как? ЗДП? Ну, вот, я его еще, как бы, особо не точил ни разу. Хотя, так, ну, пользуюсь, это на карман. Ну, я, как бы, на коже его подправляю чуть-чуть. Угу. А правильно, что и на коже, на бруске обычно. Ну, да, да. И все нормально. Да. Ну, кстати, да, вот даже ощущается, что, если ты не раз... А сколько им уже получается? Если это год, говоришь, шестнадцатый или пять? Ну, где-то, да. Где-то, наверное, шестнадцатый год. Это, вообще, на день рождения так мне подарили. И у меня там, ну, товарищи просто, как бы, собрались такие, сказали, что тебе подарить, там, скинулись. И я вот себе заказал этот ножик. То есть это, можно сказать, подарок от друзей. Это собрат попроще. О, а. Это, который на VG-10 обычный. А, ну, мне показалось, тоже зеленая ручка. Не-не-не, это обычная. Я думаю, на него потом посты. Механика такая же, да. Ну, они столюшкой отличаются. А вот по весу... А, ну, у тебя аж клипсы нет, поэтому мы не сможем точно узнать. Ну, чувствуется, что... Он, мне кажется, чуть-чуть тяжелее. Можете сказать. У меня темляк с бусиной. Угу. Ну, я взял VG-10, пока хожу с ним, как на EDC обычный. Но я его уже перетачил пару раз, потому что цеплял. Обязательно что-нибудь зацеплю там. Бывает, опять же, как стяжку где-нибудь. Бывает, с проводами работаешь, нужно срезать стяжку. Это рядом что-нибудь металлическое. Если что-то металлическое есть, точно зацепишь. Угу. Вот. И бывало то, что замены получал, правил. Ну, нормально. Ну, VG-10 я еще не точил. У меня только это с подберкой. В VG-10. Вот я... Ладно, давайте не будем пока по очереди. Купил я SOC Terminus. Вот после найфовки я подержал. Мне понравился. Он, в принципе, механикой напоминает багаут. Аксис тоже, да, замок? Ну, вот. Ну, да. А здесь и аксис, и замок, и он флиппер еще. То есть, это как бы крутая система такая. И шпенек. Ну, шпенек неудобно здесь. Шпенек не очень открывать. Здесь как раз удобно за это открывать. Тималяк. Он будет научиться нормально что-то плести. Это у меня слишком простые. Ну, надо смотреть, да. Там для разных ножей. Они там разные. Он прям мощнее значительно. В смысле, мощнее сам по себе нож? Нет. Ну, не сам, а именно замок. То есть, здесь аксис он прям совсем легкий. И практически пружина не ощущается. То есть, здесь она значительно ощущается еще. Он даже приподнимается. Ну, там же, типа, какое-то другое у них там называется. Как-то по-другому там отличается. Ну, смысл, мне кажется, одинаковый. Это который на Криода 2. Да, да, да. Подержал и захотел. Ну, хороший нож, да. Потому что, как бы, нужны разные ножи. Там разную одежду носишь. Какие-то там штаны широкий одел с большими карманами. Уже надо с клипсой нож. Под зеленые штаны можно. Зеленый нож. Здесь клипса глубокая. Глубокая посадка. Ну, такой, ну, вообще гармоничный. Компактный. Да. А так нож. Каждый нож под свое определенное дело и под свое определенное одежду. Даже настроение, я бы даже сказал. Да, да, да. У меня лежат там на подоконнике утром просыпаешься. Что бы я сегодня с собой взял? Выбираешь такой, нет. В зажигалке цвет черный. Надо что-нибудь более темное выбрать или там еще что-нибудь. Ну, да, да. У меня есть, да, для... Я на лыжах еще катаюсь, и у меня есть для горнолыж. А, я, наверное, не взял с собой. Кстати, агрессивные очень сверху. Вот мне чем-то нравится здесь. Вообще люблю насечки сверху, чтобы палец не скользил. Потому что бывает, когда оно есть, а его как бы и нет. Нет, здесь его нет. А здесь вот здесь есть, на ручке. Ручки, но она не агрессивная, опять же, то есть сильная. Ну, да. Этот багаут, конечно, совсем не агрессивный. Он такой... Он порезает колбаску... Белый и пушистый. И пушистый, да. Да, хотел я, конечно, отдельно рассказать про колстилы. А вот я в восторге вообще от этих ножей, от всех. Вот у меня их три штуки, наверное. Да. Такие, они прям чувствуются, что в них это... Они крепкие очень. И сделан тоже вот маленький нож, очень удобный. Я периодически тоже вот с кожей работаю, ты же с кожей работаешь, да. Ну, я не так круто, я там, конечно... Я тоже не круто, я пока только учусь. Ну, да мне вообще, я учиться не хочу, я так просто как бы... Для души. Да, да. Хочется что-то сотворить. И вот я с детства вот эти вот периодически ножни какие-то. Но сейчас я вот заклепки. Я помнишь тебе говорю? Можно... Заклепкой можно тоже. Прошивание для лохов. Заклепки, выбор мастеров. Ну, нет, я так не думаю. У меня просто шов не получается вот ровный. Вот я как не шил, и все равно как-то у меня получается. И он какой-то некрасивый. А заклепки уже можно ровно поставить. Там по линеечке помирился. Ну, добавляет брутальности внешнему виду заклепки. Ну, да, можно подобрать. Таффлайт это мини или обычный? Не-не, это обычный. Мини мне не очень понравился. Мини какой-то... Я вот их в руках только на найфовке держал, а мини, по-моему, даже ни у кого не видел. Мне мини не понравился. Вот для вскрытия коробок, для складаря, мне кажется, например, это вообще идеальный вариант. Если вот задача вскрывать что-нибудь и карандаш. Ну, да, да. Какие-нибудь вот пакеты есть. И здесь честный триат, да? Да, там триатлок, он крепкий вообще. А есть ли у тебя какое-то предпочтение по стали в одажах? То есть, выбираешь там, смотря на сталь или больше по внешнему виду? Да, вот, знаешь, как бы я смотрю, производители все, в принципе, они, ну, думают про сталь. И вообще, честно говоря, мне вот Аус-8 сталь очень понравилась. Ну, как раз, которая вот здесь. То есть, да, вот здесь, на крысе-то, ну, и много где она. Ну, вот. Она просто, ну, хорошая сталь. То есть, вот я раньше просто китайскими пользовались, они пользовались ножами. Ну, мне это самое, не сложно поточить. Я как бы умею, ну, не так круто умею, как там кто-то точит там, чтобы волосы строгать. Не, ну, заточить нож могу аккуратно, там, ничего не попортив какую-то режущую кромку. Ну, вот. И, как бы, поэтому, ну, я раньше не обламывался китайца точить, ну, вот. Но он, конечно, быстрее тупится, чем на Аус-8. Просто, если какая-то серьёзная сталь, сам знаешь, да? Ну, да, и ты и камни сотрёшь, руки сотрёшь, время потратишь. Да, да, то есть, это можешь, да, просто, как бы… Я вот сейчас тоже начал приходить к мысли, то, что, как был момент эйфории, то, что нужно купить как можно более крутой там сталь. Ну, да, вот я в ДП купил, ну, да. А вот пару коцек, когда поставишь и захочешь выправить, проклянёшь всё на свете и думаешь, 440, и нормально, хватит. Да, да, но всё равно он тупится. Какая бы сталь ни была, да, ты чё… Если ты делаешь всё работу с ножом… Если ты работаешь ножом… Ты всё равно, блин, уткнёшься в какую-нибудь тарелку, я не знаю, там… Всё, конечно, все там объясняют, как колбасу резать на тарелке. Здесь тоже к ним нет. Да. Ну, здесь вообще… Вот мне там нравится, когда клипсы с другой стороны, во-первых… Ну, здесь она, да, она только сверху. Ну, и вообще он как бы, ну… Иногда вот прям снимаешь клипсу, и нож прям вот преображается, можно сказать. Вот ещё Gold Steel купил тебе вот тоже… После найфовки опять же, да? Да, да, да. Затарился. Время-то прошло мало, следующий уже скоро будет опять. Ну, я просто… ну, как бы… Честно говоря, я его дёшево очень нашёл. Я приехал с найфовки, начал опять смотреть. Просто ещё видишь, как красный… Вот как мы про этот самый Steelville говорим. Вот он с красными этими… с бэкспейсером уже как бы его надо искать где-то. Ну, да. То есть я зашёл туда-сюда, нету нигде. То есть он был в продаже, и теперь у них нету. Ну, конечно, есть какие-то другие новые модели, но мне новые не нравятся. Мне вот нравится вот этот вот модус. Мини, причём мини с… С красными бонками, я не помню. Да, да. Чёрной версии? Чёрный, он чёрный. Весь и клин чёрный, и ручка чёрная, и… Только вот здесь вот красненькая, и бонки. Ну, вот тоже на… Кину фульф можно? Да, вот… Я пока размышляю ещё. Думаю, найду где-нибудь с нормальной ценой, скидкой какой-нибудь возьму. А то как-то ножи по карману начинают немного бить. Я купил в смешном магазине. Он называется Blade Man. Blade Man? Да. Я такой не слышал. И он там дешевле. Ну, именно он. Не то, что у него там цены… Ну, какая-то распродажа может быть. Ну, да, да. И так уже, да. И тоже клипсу снял. Клипсы ненавистники? Ну, вот он, блин… Я тебе честно скажу. Вот он лучше лежит в руке без клипсы. Вот серьёзно. У меня рука небольшая, во-первых, понимаешь, мне её заполнять несложно. Любым ножом можно заполнить. Ну, вот и… Давайте посмотрите. Да, вот они как щёлкают. Мне нравится. Вот колстилы. Триат, да. Вот триатлок, он, конечно… Единственное, чем я бы не стал у них играться, вот… Это… Эспада, которая… Эксель, которая большая. Просто стрёмно делать вот так. Потому что под весом клинка пальцы отлетят, мне кажется, только в путь. Если… Ну, вот так, как ты, я только эту закрываю. Спайдерку. А остальные я вот так закрываю. Ну, или там… Ну, ты переворачиваешь руки, да. Вот так очень удобно закрывать. Так, есть, конечно, у меня пинель красный. Как без пинеля. И тем более без красного. Да. У меня два пинеля есть. Мне вообще девятка больше нравится. А это восьмой? А это восьмой, да. Но девятки не было красный. А вот восьмые разноцветные появились, и я, конечно, сразу купил красный. Ну, их, конечно, много. Их можно не… А он шел уже с паракуртой? Да, да. Это не паракурт, это кожа. Кожа, да. Причем такая кожа, по-моему, качественная такая. Не знаю, универсально. Нравится мне. Я, когда только начинал, как-то их так, ну, пинель, ну, что, скучный наш. А потом… Первый пинель я подарил просто Жене. Думаю, надо же что-то подарить, там, то ли 8 марта, или что-то было. Я увидел, думаю, ну, на кухне хороший, и при собой можно взять. А потом сам-то хожу. Надо брать, надо брать. Надо брать. Углеродку купил, и вот тоже очень классный. У меня сын три года. Классный. Три года. Вот ему нравится пинель. Я вот думаю купить ему маленький какой-нибудь совсем там микро. А у них же, по-моему, есть с сточенным острием. Ну, я думаю, можно не париться насчет острия. Я его приучаю, как бы, ну, что надо аккуратно, что-то… Всегда есть случай. Я купил вот такой вот маленький ему «Онтарио» «Тревеллер». Не видел. Я пошел на «Найфовку». А! Вот такой он вообще… Всех вспомнил, да? Вот такой вот «Тревеллер». Такое лезвие. Ну, вот. И он, конечно, просит. Я же, конечно, играюсь постоянно с этими. И он… Да, и папа тоже. И он как-то первый раз, когда взял, порезался и так, знаешь… Ну, а ему сколько было? Два с половиной года. И я вижу, он порезался, но не говорит. Вот так вот руку зажал, короче. Ну, вот. Ну, там не сильно просто, как бы, так поцарапался. Но он, как бы, понял, что эта штука, как бы… Всё. Вот у него есть на полке, у него есть несколько ножей. Я ему купил спайдерку «Драгонфлай» деревянную. Я ему купил пластиковый такой, похож на бак. Вот. Вот он, как бы, пользуется. Ну, это хорошо, когда… Ну, особенно мальчик, он умеет хотя бы пользоваться. Не обязательно. Я ему, конечно, не думаю, что он там будет собирать, не собирать. Но то, что он уже понимает, что такой нож, что, как бы, им надо аккуратно пользоваться, чтобы не порезаться. Что это, как бы, инструмент, что его лишний раз не надо доставать, брать, там, щёлкать, что-то. Это всё. Ну, у меня обратная ситуация. Я, когда сижу, я всегда им щёлкаю. Как нажимать здесь, здесь это не работает. Тебе не три с половиной года. Вот в чём дело. Купил я, конечно, бабочку NC Custom, потому что… Захотелось бабочку. Да. Ну, я ходил когда-то с бабочкой, когда вот наступила эта перестройка, повезли всякую китайскую чепуху. А у меня была такая бабочка серебристая, простая. У всех они были, они там сделаны из пластилина, всё это было, всё их можно было раз в неделю точить. Но я ходил, научился крутить там этим способом, ну, открывать. Только одним вот я научился. Это сейчас, конечно, открываешь YouTube, и там можно такое научиться. Как вертолёт вокруг. Ну, то есть это просто дань тому, что… Я когда-то с бабочкой ходил, ну, вот. Прям вот ходил, прям с собой носил постоянно, крутил, всех удивлял. Даже, я тебе скажу, насмотрелись мы этого самого. Как его фильмы с Стивеном Сиглом, где он там на ножах такой дерётся. На кухне где-то. Красиво так он, так чик-чик-чик. Ну, вот. Как раз он нам подсказывает, в осаде. Да, да, ну вот. Да, точно, на пароходе когда. И вот мы как-то с другом, а у друга такой вообще какой-то свинорез, такой здоровенный нож, и мы давай с ним упражняться. Вот это всё. Чик-чик-чик. Вот он меня выхватил короче кусочек вот прям отсюда. То есть я, в принципе, умудрился посопротивляться с этим ножом, но это, конечно, не ножевой бой, это какой-то бред был. Ну, вот. Ну, так. У меня хорошие воспоминания об этом ноже. А этот таскаешь с собой? Ну, периодически ношу, да. Да. Ну, как бы, да. У нас, мне кажется, к таким ножам он относится неоднозначно, поэтому... Ну, да, у всех разница. Скорее он, да, там на полке лежит для общей коллекции. Форма клинка какая у него. Да. Не там-то это. Вот здесь у него прикурва получается переходящая. Ну, вообще красивый нож. Красивый. Такой рабочий. Так его берёшь, он настоящий хороший нож. Всё. Привыкну. Ну, так. Ну, бывает. Я его с собой иногда, как ты говоришь, настроение бывает такое, какое-то игривое. Вот берёшь с собой бабочку тогда. Я их крутить совсем не умею. Я так и не научился с ними ничего делать. Ну, это вообще, как бы, мне кажется, лишнее. Сам механизм, и вот он... Это как стеклообой может. Да. Он, когда его открываешь, защелкиваешь, он как фиксированный нож, по идее, становится. По крепости такой. У него ничего не болтается, нигде. Ну, у него два осевых, то есть нагрузка не на одно место, получается, разу на два. Да, два осевых. И вот здесь тоже, как бы, получается. Стопорный утопор. То есть серьёзный крепкий нож, он такой не тоненький. Ну, видимо, знаешь, вот как раз после девяностых осталось такое наследие, что бабочки все совсем китайские. Это какой-то, грубо говоря, какой-то порожняк. Ну, да, да. И красная ручка. Здесь доминирующее количество цветов красного. Да. Не, ещё не все у меня. Вот видишь ещё. Керш. Керш. Да. Вот он тоже мне понравился. Единственное, что, как бы, вот если, допустим, в некоторых ножах, то вот здесь вот так открываешь, здесь неудобно. Здесь надо вот этим… Указательно пальцем обратно. Здесь темляк прямо для заполнения руки. Короткий. Да. Потому что ручка короткая, ручка тонкая. И здесь тоже клипсу не снимал. Она удобная здесь. И, в принципе, она здесь гармоничная. Ну, она маленькая, глубокая. И темляк ещё на ней. У нас такой фрейм-лок. И пушечный флип. Он, по-первых, жестковат. Такая пушечка отрывается. Шайба, пока притрутся. Ну да. Сейчас он прям ходит хорошо. Да. И… Ты уже давно что-то купил. С чёрным клинком. Мне вот больше нравятся ножи. Вот я заметил, что у меня ножи с чёрным цветом клинка, либо с таким более тёмным. Многие жалуются, что вот краска стирается, типа сходит некрасиво. А мне наоборот нравится, когда он потёртый, когда он такой поюзанный. Есть в этом определённый интерес. Ну, вот у меня крыса, она тоже. Когда ты купил его новый, и вот он весь чёрный, и тут потом ты что-то сцепился где-то. Да. Но потом… Да, сначала это не нравится. Думаешь, блин, как же так? Вот это покрытие оказывается. Вообще это краска какая-то. Потом, да. Потом становишь… Потом думаешь, это какое-то красиво вообще, когда вот он царапин на нём появляется. Ну, брутальность такая начинает появляться. Во-первых, видно, что ножом пользуется. Во-вторых, что он как-то живее, имеет опечаток владелица. Вот есть ещё кои. Это инси-кастомный у них тоже. Да, киридаши. По коже работаешь? Ну, да. Или неудобно? Ну, бывает иногда. Беру и этот нож тоже. Этот я, допустим, носишь его где-нибудь там… Ну, вот когда на фестиваль ездишь, когда вот ходишь там в шортах, в футболке. Ну, ты как шейник имешь? Да, я как шейник его не ношу. Ну, у меня от енотов ты видел мелкий аракун. Да, да. Ну, он ещё… Ну, он меньше. Ну, аракун, да, там совсем маленький, который у меня есть. Ну, Аус-8, опять же. Да, да, да. Хорошая строка. Удобно. Мне ещё нравится, что у него вот эти вот гравировки, эти рыбки такие, он вообще такой позитив немножечко. Так, что у меня ещё интересного? Так, ну, тактическая ручка. Конечно, я ей только расписываюсь изредка. Это, наоборот, и хорошо, потому что не приходится применять него назначение. Точнее, по второму назначению. Ну, да, тоже… Ну, всё равно какие-то документы заполняешь. Вот, допустим, иногда ручки там… Вот мне нравится, когда пишут тоненько, когда вот не мажут. Потому что всё-таки уже 21 век, конечно, всё уже в электронном виде, но всё равно ещё некоторые бумажки надо заполнять. Обычно что-нибудь подписывает, да, это бывает. Да. И тем более у меня недавно… Я был индивидуальный предприниматель. Так там бухгалтерию, когда сдаёшь каждый минут, там, в квартал, там такие пачки бумаг надо подписывать. Поэтому вот… Ты, может, что-то бить пытался или кого-то? Нет, это я просто её ношу постоянно с собой, поэтому… Есть прям следы ударов. Да. Может быть. Если ты не потёрз, у тебя прям такие припечатанные… Может быть… Знаешь, чем может быть падало просто. Ну, вообще, да, можно, если что, тыкнуть. Супостата. Либо в глаз, либо… Вот бак 110-ый я купил Slim тоже, потому что он красный и потому что он бак 110-ый. Вот я… Вот, значит, его сторону всё в последнее время смотрю и такой… Взять его или смикарты взять, которая с тридцатки? Вот не могу пока определиться. Потому что смикарту тоже хочется. У меня смикарты, по-моему, ни одного ножа нет. Вот. Вот я его тоже иногда, кстати, таскаю. Он не очень удобный, вот этот бэклок. То есть, вот он точно двухручный. Ну, потому что нормально сложить одной рукой-то и уже… Потому что, да, как-то это всё не очень комфортно. Ну, просто бак… Я тоже в детстве видел этот 110-ый бак, и, конечно, его хотелось. Ну, вот. Я его купил чисто потому что отдать… Ну, как бы не то, что отдать дань. Ну, потому что мне в детстве его хотелось. Когда видел… Компенсируем то, чего в детстве не могли позволить, да? Да, да, конечно. А обычный бак не было, да? Не, не было. Тяжёлый, неудобный? Ну, он как бы, да. Мне всё-таки больше нравятся современные ножи. Понятно, что есть какая-то классика, есть какие-то там туда-сюда. Ну, вот эти современные материалы, которые крепкие, которые там… Не, это самое… Не портится в воде, там, всё такое, как бы… Ну, здесь обычный пластик, обычный бэклок. Мне вот нравится, что триад, что бэклок. Ну, вот, например, той же самой эндуро. У неё же бэклок просто вынесен. Ну, да, да. С ним однорукое оперирование невозможно. А вот у бака, да, есть. Я вот его сравниваю и как раз тоже думаю взять красный либо его, либо СМИ-картой. Либо Кабар есть доизер, по-моему. Так вот, небольшой красненький ножичек, можешь посмотреть. Я думаю, тебе, кстати, понравится красного цвета. Кабар красный? Кабар. Дой… Ну, он дизайнерский, я не помню, как дозьер этого дизайнера завода. Аус-8 сталь, есть на Д2. У него бэклок, но, по-моему, у него как раз на спинке, то есть не в самой задней части. Он меньше по размеру где-то вот такой, с чёрным клинком. Может, я подкину, потом будет ещё желание что-нибудь взять. Ну, да, есть у меня ещё задумки кое-какие по поводу, по поводу взять. Вот это нож с Кимон, это украинский дядька такой. Ремонтировал, ремонтировал ножи, потом решил сделать свой. Ну, он видео ещё снимает про ремонт, про заточку ножей, да. Я его смотрю, ну, вообще, да, дядька прикольный. Просто я периодически обслуживаю для, ну, друзей. У меня у друзей тоже есть ножи какие-то там. И разбираю, там, смазываю, точу. И вот у одного меня вот клин. Ну, соответственно, чтобы не делать каких-то ошибок, я захожу к Руслану. И смотрю, он там всё рассказывает, показывает. Он практически, мне кажется, все ножи разобрал. Ну, практически все, очень много. Он многие ремонтировал. Да, особенно если он, ну, как бы, такой популярный нож. Ну, да, вот он тяжеловатый, потому что он весь такой стальной. Ну, при этом очень качественный и хороший нож такой. Со стеклобоем. Удобный, да. Ну, стеклобой в ноже, это, конечно, большая игрушка. Стеклобой, да, какая-то непонятная штука. Но здесь на стеклобое держится клипс, поэтому... Ну, это не просто, скажем так. Стеклобой, ещё определённый элемент и декора, и практическая функция. Шарик керамика, не помню, или сталь. Ой, ну, вот это я не знаю, что она говорит. Да не, мне кажется, сталь. У меня такие ножи... Летает неплохо. Да, подшипник. Там подшипник. Мусор не собирает? Не знаю. Ну, я его долго носил тоже, ношу периодически. Просто он тяжеловат. Это вот какие-нибудь джинсы у меня есть такие. У них сбоку карманы. Он туда ложится вообще классно. Д2. О, это... Мы знаем, что это. Лёхи Пономарёва бритва. Вот тоже классная штука. У него их, насколько я знаю, три. Большая, маленькая и чёрная. Да, да. Не убирай. Вот, короче... Если одеваешь джинсы в обтяжку, то вообще вот в карман ложиться не мешает, и всегда нож под рукой. Свои формы при нарезке, я думаю, очень практично. Да, резать хорошо. То есть я тоже долго думал, тоже на найфовке подержал в руке, потому что меня смущало то, что это очень тоненькая рукавель такая. Как она удобно будет, неудобно? И когда берёшь в руку и понимаешь, что довольно удобно. Ну вот. Здесь я... Сталия, правда, не помню. А УС-8. Тоже УС-8? Да, да. Ножны и кожа, да? Да, и ножны мне нравятся. Вот они такие вот совсем... Ну, как бы, такой нож прям, ну, как бы, я не знаю, не харизматичный, но очень такой, как тебе сказать, оригинальный. То есть, ну, вот это всё... Что этот, что там, этот, что этот... В глазах обычного человека, да, он будет выделяться. Они вот... Ну, это, ну, как бы, понятно, у них там цена разная, там, бенчмейт, там, тролливали. Ну, как-то это всё ножик складной, как бы, обыкновенный. Ну, или вот там, я не знаю, там, фикс. Вот он... Обыкновенный нож, ничего такого. Ну, а я, допустим, заметил, что там люди покупают гарпи, цивилин покупают. Цивилин – это вообще какая-то, ну, такая штука, цивилин. Не знаю. Ну, я вот гарпию хочу как раз себе взять. С практической точки зрения применения никакого. Но купить гарпию, плейновую найти, конечно, я даже не фантазирую, и темляк с ганнибалом. Это вот на найфовке я тоже спрашивал. Люди все хотят, и у кого нет гарпии, купить гарпию, повесить темляк с ганнибалом, просто чтобы она была. Ну, да, да. Ну, как бы, всё, ты, если становишься коллекционером, ты уже, да, смотришь какие-то вот уже оригинальные ножи, потому что, ну, вот, обычных... Тебе вот крысы хватит, и то же самое эндуро на... Да, да. Я бы с крысой ходил, дальше бы и не парился. Просто, ну, ну, вот эндуро, да, эндуро там, сталь захотелось, другую там. Сейчас я вот на прошлом клинке, который там, типа, перед Новым годом... Угу. Я вот его пропустил. Да, погулял. Думаю, пойду, посмотрю на Широгоровах. Ну, там, ну, дорогие. Я понимаю, почему дорогие, там всё хорошо. Ну, вот. И у них модель, я не знаю. Я, как бы, ну, не смотрел, не присматривался, потому что, ну, там, по 50-60 тысяч нож как-то, ну, я пока не готов. Это ещё следующая стадия нажимания. Может, разовьётся. Ну, слушай. И смотрю, раз, у него такая модель, ну, вот. Я не знаю, может, она недавно появилась, может, я просто раньше не видел. У них один нож, один нож есть. У них такие, в основном, серые, все титановые, как бы такие, не яркие. Угу. Ябочка. Угу. И красный спейсер. Понимаешь? Всё, зацепило. И плюс ещё, он самый дешёвый. Понимаешь? То есть, ну, может, это не плюс, но он стоит, ну, 30. То есть, они там дальше уже от 40. А тут раз, ну, наверное, из-за того, что не весь титановый, там, микар, там, всё такое. Материалы почти. Ну, вот, я теперь думаю, что мне нужен этот нож, конечно. Пока только он один или ещё какой-то? Ну, нет, конечно, мне ещё хочется этот самый автомат, фронталку. Какую? Ну, вот. Микротеч, ультратеч. Чисто в коллекцию, чисто если взять. В коллекцию. Во-первых, да, там этот красный цвет, очень красный, понимаешь? Прям вот красный, прям вот такой вот красный. Мне понравился с потертостями вот один у нас. Ну, нет, мне как раз он нравится красный не с потертостями. Угу. И с тантовой, там-то клинок с чёрными. С чёрными. Чёрный тантовый. Чёрный. Но там он не полностью чёрный. Там он чёрный и, по-моему, ещё с сатином. И сталь Элмакса. У меня тоже Элмакса нету ни одного. Ну, это просто игрушка, потому что получится. Ну, понимаешь, я как бы всё равно очень аккуратно пользуюсь. Я, допустим, вот этим эндуро я ни разу тортики никакие не резал. Ну, вот. Я, может, продукты какие-то резал, но… Нажимал с этим сложнее, потому что всегда носишь с собой два-три ножа. Да. И ты всегда знаешь, что вот этот мне немного жалко, поэтому возьму вот этот. Ну, да. Ну, да. Просто, допустим, у меня есть ножи, которыми я практически не пользуюсь, которые просто для коллекции. И так что, если у меня… Ну, вот я… Мой ультра-теч этот куплю, я, конечно, в поход ходить с ним на рыбалку не буду. Но в городе с собой вполне. Потому что вообще складень, допустим, на рыбалке нельзя пользоваться. Потому что какой бы ты ни взял, он будет хрустеть у тебя потом. Если такое, нужен фикс. И у меня их несколько для рыбалки. Я думаю, то же самое, если крысу взять. Ну, похрустит, помыл… Ну, надо потом разбирать, чистить это как бы… Ну, вот. Что-то я хотел… А, почему я Широгоров это захотел? Я по первости купил Широгоров реплику китайскую. Ну, вот. Тоже долго с ним ходил. Он удобный. Там тоже подшипники, все дела. А китайцы его тоже сейчас начали делать? Да уж давно… Они сразу же делают. И что… Все, что увидят, начинают копировать. Да, да, да. И он… Блин, я уже его подарил. Там, три года назад я его уже подарил. Но… Дело в том, что… В какой-то момент… Я, кстати, вот его я брал в поход. Угу. И приехал к другу. Ну, у друга день рождения. Мы праздновали в этом… Где-то там на острове. Там троллевали. Ну, вот. Ну, а все знают, что я готовлю там неплохо, да. И привезли, короче, шестикилограммовый лосось. А я как бы был не подготовлен. То есть, в принципе, я кухонные ножи с собой беру, если я собираюсь готовить. А тут раз… Вот у меня этот есть… Широгоров подделка, и все вот на кармане. Ну, думаю, что… Надо брал… Я начинаю разделывать и понимаю, что очень удобный нож. Я этот шестикилограммовый лосось… Я разделал… Угу. Прям… И вот делал, и думаю… Какой хороший, удобный нож. Поэтому я, как бы… Ну, что это была реплика? Да. Ну, такая реплика прям один в один. То есть, он там… Ну, хороший китайка отчитанный. Да, да, да. Ну, вот. Может, сталь там какая-то там туда-сюда. Но, может, сведён, я думаю, он был тоже хуже, чем настоящий. Потому что я смотрел, там, читал, они там поострее, поинтереснее, там, всё такое. Ну, вот. Поэтому… Хочется нормальный теперь Широгоров, чтобы… Я понимаю, какой он удобный. В общем, дело. И потом… Ну, вот. Сегодня был на выставке. Купил… Какая выставка? Охота и рыболовство. Или рыбалка. Наверное, рыболовство. Ну, и там есть эти самые ножевые всякие. Не смог я удержаться, но 950 рублей. Нож стоит из хорошей стали. И даже с кожаным ножем. Решил я, что надо мне такой нож. Положу его в машину. Не убирай. А, он ещё и лимитированный у тебя получается? Не, это не лимитированный. Это типа… Сейчас… Мода такая. Мода пошла, да. Первые… Они, когда делают любой нож… Мне кажется, Мора сейчас такую же штуку замутила. Они первые 300 штук… Они нумеруют. Ну, где-то 155-й. Ну, да, да. Генерал… Хотел… Я пришёл, говорю, а можно выбрать номер? Говорю… Не… Ну, у него там ящики все запечатанные. Они… Нам вскрывать они не будут. Да, да. Они в пакетах обычно. Red Steel. 420. Да, да. Red Steel. Видишь, тоже слово-слово есть красный. Поэтому… Поэтому он… Да. Орех… Закажешь сюда убикарту красную? Не-не. Ничего не буду делать вообще. Он нравится в таком простом виде, да? Да. Ну, это орех. Куда? Зачем его портить-то? Всё. Тут вот я как-то… Ну, так… Ну, вот я знаю, что кастомизируют ножи там, всё там делают, переделывают, как вот, допустим… Хотелось бы спайдерку купить красную. Я просто вижу постоянно где-то фотографии какие-то. Красную спайдерку? Да. Но… Мне кажется, это всё кастомизированные. Красную. Вот Enduro, по-моему, есть красного цвета там была. Напишите в комментариях, да, товарищи. Напишите в комментариях спайдерка красного цвета, какие знаете? Того? Не кастомизированные оригинальные. Да-да, не кастомизированные. Понятно, что кастомизировать можно чего угодно, но вот… Вот все ножи, которые у нас есть. Давай немного про темляки. Расскажи мне что-нибудь интересное. Я в них вообще профан. Исплел парочку обычными узлами. Что можешь интересное рассказать? Ну… Вот мне нравятся вот такие вот… Я умею змейку плести. И вот эта кельская кнопка, по-моему, называется. Это вот в основном браслеты такой. Угу. Вот я прямо эти помню наизусть, как делать. Просто… Ну, это такой узел, который… Если просто, допустим, завяжешь обычный узел… Вот такой вот. Угу. У меня такой же. Я вот такими использую обычные. Угу. То он может развязаться. Он развязывается. То есть, вот если его носить долго, он может развязаться. Ну, не обязательно, что он стопудово развяжется. Ну, вероятность, короче. Вероятность есть, что он развяжется. Ну… Потому что я тебе скажу. Я вообще моторист рулевой по образованию. Угу. И у нас в училище была такелашка. То есть, есть узлы, которые… А вот этот узел, вот этот узел, он не развяжется. То есть, вот его, как… Ну, как его не носи долго, он все. Вот он, потому что так устроен, что он не развяжется. И плюс он еще симметричный, как бы… Ну, то есть, как бы заполняет руку. То есть, вот этот… Этот несимметричный узел. Это просто, чтобы был этим ничем повесить. Да. Здесь я просто на… Так. А вот это? Это в комплекте было, да? Это в комплекте, да. Ну, такой… У тебя же есть похожий вот этот. Ну… Я плел… Ну, я плел с подсказкой. Сейчас YouTube включаешь, и все. Это тоже такой у меня комбинированный, получается, темляк. Он черный с красным. Угу. Тоже, вот смотри, прикольно. Бусины какие предпочитаешь больше? Ну, в основном, черепа. На самом деле, я сейчас заказал еще… Много черепов, да. На там… Крымская бронза, что ли называется. Угу. Винни-Пук у них вот последний был. Ну… Я… Я… В тумане. Я ежика в тумане заказал. Это… Моему другу, там… Ну, вот. А себе пиратов заказал. Угу. Ну, вот. Потом крысу заказал. У него там крыса такая с ножом. У меня друг. Хорошо готовит. В год крысы родился. Я думаю, ему подойдет. И он тоже, кстати, нажиман. Он тоже… Да, конечно, подойдет. Да, да. И… А у него мало… Мало чего-то этих… Я что-то вообще не видел темляков. Ножей много разных. У него… Потому что… Ну, у него папа охотник. То есть, у него папа тоже его, как бы, уже приучил с детства. Он просто не знал, что он ножоман. И в прошлый раз пригласил на найфовки. Он был с Сашей такой. Угу. Ну, вот. Ну, он теперь… Отдал свои тисаки на заточку. Интересно, он будет узнать на следующий раз. Все уже… Уже, да. Он мне прислал фотки там потом. Счастлив? Да, конечно. Вот здесь тоже… Вот этот прикольный мне нравится узел. Плести… Я понимаю, его можно продолжать колбаски долго. Нет. Это, мне кажется… Это вот его сразу же надо таким делать. То есть, его не заплетешь… Не увеличишь, да. Да. Он сложный. Короче, ты вот… Потом отрезаешь… То есть, надо много паракорда. Потом, когда ты его затягиваешь, у тебя остаются большие куски. Но он зато красивый. Ну, выглядит красиво. Да. Вот здесь вот… Мне нравится Орликин с порезанным лицом. Мне кажется, на бритву как раз… Ну, на нож в форм-факторе бритвы, мне кажется, это как раз то, что надо. Я пытаюсь, как бы, поймать смысл, там, ножа и, как бы, вот, бусину подобрать… Под его характер. Ну, да, да. Вот, чтобы так вот… Ну, это на мой вкус, понятно. Ну, каждый собирает, каждый делает так, как он больше хочет. Ну, вот. Потом, допустим, на спайдерку я видел такие спайдерковские бусины. Ну, вот. Ну, как-то, мне кажется… Они скучные и дорогие. Ну, да. Как-то вот здесь такая же, здесь такое же, мне кажется, это не очень. Ну, здесь, мне кажется, очень гармонично тоже смотрится вот темляк. Ну, если это шкура ската и пират, то, как бы, да, есть какой-то общий параллель, который должно просмотреться. Мне кажется, он вообще какой-то пиратский, да, такой вот… Что-то у него есть. Маленький мерзавчик на случай, если потерял основной ножик, всегда есть маленький. Да. Как обслуживаешь ножи основным? Ну, там, чем смазываешь, какой предпочитаешь? Ну, я, конечно, вот решил купить, да, нормальную смазку какая-то есть, такая голубенькая, что ли. Бенчмейт Болелюб, которая самая известная. Да, да. Но, честно говоря, я купил смазку для швейных машинок советскую. Ну, давно. Я же, как бы, давно увлекаюсь. То есть я, как бы, и раньше… И китайские ножи я точно так же разбирал, чистил, там, смазывал, обратно собирал на фиксатор резьбы. Ну, чтоб всё, как бы, работал. Чтоб не разбалтывалось. Да, да. То есть на фиксатор резьбы ты сажаешь их, да? Ну… Ну, осевой надо, потому что осевой… Как бы… Ну, какие разбираю. И на некоторые… Вот я… Вот эндуру я не разбирал. То есть я её чищу. Внутри, знаешь, такие есть это самое… Палочки такие, проволочки мохнатые для чистки трубок. Трубок? Да. Курительных трубок. Вот я ей чищу. Внутри лезть не хочешь разбирать. Ну, да. Если вот он как бы замусорится, то есть лишний раз… Когда механика всё работает, зачем? Ну, а для швейных машинок там же движущие детали постоянно… Тоже металл вполне себе. Ну, да. Как-то я… Это потом я, конечно, насмотрелся всяких… Хотя бы этого… Руслана, да, смотрю. Ну, как-то у меня пока она есть и… А баллистовый покупал тоже ради интереса. Я им в основном клинки смазываю, чтобы они не корродировали. Тоже сам Рейконтант там после леса на СК-5 он чуть-чуть потеневать начинает. Ими в основном протираю клинки. А сам, саму механику… Ну, вот у меня есть просто обычное оружейное. Пару капель его капаю на всего. И вполне себе работает. Может быть, не идеально. Хотя до Блелупа надо подойти. Да. Я решил… Но я попозже куплю эту вот эту тоже… Бенчмейдовскую. Потому что я понял, что надо прям вот какой-то миллиграммчик… Тонкий такой пленочкой, видимо. Да. И там этого баллончика, мне кажется, на всю жизнь мне хватит потом. Ну, я профессионально пока, как Руслан, каждый день не ремонтирую какие-то ножи. Поэтому… Ну, вообще, мне нравится такое занятие, как вот… Я с удовольствием берусь для обслуживания ножей. Ну, так у меня друзья знают, что я ножами увлекаюсь. То есть, если у кого какой-нибудь есть закисший этот самый… Какой-нибудь фолдер, они с удовольствием мне дают. И я почищу. В роли механика. Потощу, да. И мне даже интересно. Я Тинейшес перебирал. Такой тоже. У них три шайба с каждой стороны. У Тинейшеса? Да. Я не разбирал их. У меня был, я неделю с ним походил, потом подарил. Не лег он мне. Мне, короче, отдали. Там человек десять лет пользуется. Уже все там… И клин болтается. Вот ты уже клин… Ну, он вообще даже… Ну, может быть, там надо было как-то шайбы полировать или что-то такое. Короче, я не смог клин по центру до конца поставить. Ну, он уже просто раз совсем разношенный. У него он вообще просто на плашке лежал. То есть, это все было такое. Я когда разобрал там ржавчину, все. Вот я ВДшкой это все помыл. У меня там есть какие-то инструменты. Я, короче, почистил эту ржавчину, все почистил, собрал обратно. Да, я удивился. Я как бы разобрал. Раз эти шайбы ВДшкой побрызгал. Когда начал их вытирать, они раз у меня все и разобрались. По три штуки такие. А уж затвор завтра слоились. Да. Хотелось бы, конечно, сказать про найфовку. Вообще, вот это, конечно, крутая тема. Потому что, ну, я со всеми пытаюсь со своими друзьями поговорить про ножи. А в основном у меня обычные друзья, у которых есть какой-то там складной нож какой-то, лежит где-то там… Ну, нормальные люди. Да, да. Ну, они так помашут головой, конечно, там что-то ля-ля-ля. Ну, я понимаю, что людям неинтересно. А хочется вот, да, поделиться. Поэтому я и согласился с удовольствием тебе прийти. Ну, вот. Найфовка вообще классная тема. Если успеем выпустить ролик, посмотрим этот ролик. Следующая найфовка будет, по-моему, 3 апреля в Москве. Обязательно пойти, да. Спасибо большое, что пришел, показал, рассказал. Тебе спасибо, потому что с удовольствием, да, есть о чем поговорить. Всем спасибо. Всем пока. 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 Продолжение следует...